Вот у нас здесь котел, он отвечает за обогрев дома. Индзира Нутфулина свой частный дом отапливает двухконтурным котлом. Рассказывает, что пользоваться такой печкой элементарно. Все регулируется с панели управления. Но несмотря на это, за ним нужен глаз да глаз. Мы его закрываем, чтобы если вдруг какой-то там ветер, либо еще что-то был, чтобы он там не затушил пламя, и вот просто газ не пошел в дом. В такой бдительности ничего удивительного. Уже в начале этого года пожар произошел у соседей. Пламя хозяева потушили своими силами. Но так бывает не всегда. В 30% случаев горят именно частные дома. Поэтому проверки здесь ежегодная необходимость. Они в год один раз приходят, мылят, смотрят, вытяжку, тяжку. Вообще молодцы они, молодцы. Котел сделали все нормально. У нас газовой службы нет. Однако с такой проверкой специалисты приходят не только в частный сектор. В зоне риска и многоквартирные дома. Немало человеческих жизней спас вот такой вот автономный пожарный извещатель. В магазине он стоит всего около 300 рублей. Но во время пожара издают такой раздражающий звук, что сможет разбудить любого. 18. Именно столько жизней в прошлом году спас этот прибор. Все случаи пришлись на ночное время. По поручению президента республики, 10 тысяч таких оповещателей бесплатно установили в квартирах многодетных семей. Так, где 5 малышей и более. В этом году их оборудуют и там, где четверо детей. Квартиры должны быть оборудованы автономным пожарным извещателем. Но, к сожалению, мы сталкиваемся с таким случаем, что жильцы квартир не придают этому большое значение. Устанавливать такой оповещатель или нет, каждый решает для себя сам. Главное помнить, что от этого может зависеть жизнь. За прошлый год в Татарстане произошло 442 пожара. В них погибли 38 человек. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.